Для расчистки остановок и переходов в этот раз по опыту прошлой зимы решено привлекать сторонних подрядчиков. А еще этот формат работы теперь переносится на межквартальные проезды, на которые всегда не хватает сил и средств. До 19 декабря 2014 года в муниципальном предприятии коммунальных хозяйств будет проведена процедура по заключению контракта на механизированную уборку внутриквартальных, внутридуровых территорий проездов жилых микрорайонов в зимний период и площадь уборки составит на сегодняшний день по расчетам 42 780 метров квадратных. Еще одним новшеством предстоящей зимы станет применение противогололедного реагента, правда пока еще в тестовом режиме, на ограниченном числе не очень загруженных улиц. Такая осторожность вызвана тем, что сначала необходимо научиться работать с реагентом, правильно рассчитывать дозировку в зависимости от изменений погодных условий. А вот научившись, можно и на центральные улицы выходить. В качестве одной из причин для перехода на реагент Вячеслав Лежнин назвал весенние последствия использования песко-соляной смеси в течение нескольких зимних месяцев. Весной, в весенний период мы большое количество средств тратим на уборку вот этих остатков песка плюс промывка лимоневых канализаций, но эта финансово, конечно, довольно-таки затратная получается. Предполагается, что применение реагента окажется более выгодным и с экономической точки зрения, чем трудозатратные весенние дорожные работы. Вновь остроту приобрел вопрос наказания автомобилистов, которые никак не научатся принимать во внимание требования дорожных знаков, регламентирующих парковку в черте Обнинска. А тех, кто и не желает учиться, предполагается эвакуировать на штрафстоянку более интенсивно, чем это делается сейчас, чтобы не мешали убирать снег. На сегодняшний момент эвакуируются в среднем от 7 до 12 автомобилей в неделю. Мы считаем, что такое количество автомобилей должно в день эвакуироваться. Пока совсем не ясно, с чем столкнутся зимой жители Обнинска в своих дворах. Два снежных дня на прошлой неделе показали неготовность некоторых управляющих компаний к расчистке тротуаров и автомобильных проездов вдоль домов. Сотрудники комплекса городского хозяйства сейчас как раз занимаются выяснением технических и человеческих ресурсов обслуживающих организаций. Мы спросили у них перечень их техники и территории с периодичностью их уборки, как механизированной уборки, так и ручной уборки. Как известно, между отчетом на бумаге и реальной работой может не быть ничего общего, и предстоящая зима может сильно понизить шансы некоторых обслуживающих организаций на продолжение деятельности. Особенно если учесть, что административный контроль работы управляющих компаний теперь заметно ужесточен. Ольга Некрасова, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ